И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня у нас на обзоре фигурка где-то 2011 года, то есть ему около 10 лет, это Пугало из замечательной игры Batman Arkham Asylum, это первая часть трилогии Бэтмена. Ну что ж, давайте посмотрим на данную фигурку, но перед этим я предлагаю нам чуть-чуть ознакомиться с биографией этого героя. Настоящее его имя Джонатан Крейн, создали его Билл Фингер и Боб Кейн, те же самые люди, которые создали и Бэтмена. Появился он первый раз в 1941 году в комиксе World's Finest Comics под номером 3, после чего был забыт аж на 20 лет и лишь потом его вернули как в комиксе, так и во всю остальную массовую индустрию и персонаж стал культовым. Он появлялся во множестве игр, мультфильмов, а также кинофильмов. Вдохновлялись создатели образом главного героя из легенды о сонной лощине. Икобода Крейна, собственно имя взято оттуда. Изначально история была очень короткой, потому что, как мы выяснили, он появлялся буквально пару раз в 40-х. Крейн с детства любил пугать птиц, отсюда и образ Пугало, все очень просто. Он был профессором психологии и специализировался на человеческом страхе, как мы с вами все прекрасно знаем. Его уволили из университета, где он преподавал, во время случая, когда он открыл стрельбу в классе, полном студентов, для того, чтобы показать им всю суть страха. Жертв не было, но за подобное действие его уволили. На почве потери работы он помешался и начал использовать страх для своей личной выгоды. Ничем примечательным не отличался был простым злодеем, который просто появился и пропал. Как мы уже и говорили, к его образу вернулись в 60-х, то есть через 20 лет, и расширили персонажа значительно. По всей классике жанра в его жизни все пошло не так. Он был нежеланным ребенком, которого не любила мать, отца он своего не знал, ибо его нагуляли. Бабушка тоже не любила внука и за любую провинность запирала его в старой церкви, где было много птиц. Отсюда и образ. Он хотел стать тем, что пугает их. В школе все тоже сложилось не слава богу. Учитывая, что мальчик был очень способным учеником, хлипкой наружности он стал объектом травли для местных хулиганов. В итоге он убил лидера группы этих мальчишек в возрасте 18 лет. Убийство сошло ему с рук, ибо ничего не доказали. Дальше, выучившись на психолога, он устроился работать в Аркхам, где начал ставить опыты над заключенными ради исследования страха. А именно, он изучал различные токсины и как человек на них реагирует, а также на страх в целом. При этом, он не видел совершенно ничего плохого в том, что он делает живыми людьми. Он считал, что он это делает ради науки и ради благой цели. То есть, он действительно не понимал всего кошмара, который он творит. За это его и уволили. Однако, как вы понимаете, для создания образа знаменитого злодея и противника Бэтмена, все уже было готово. Я думаю, большинство его знает по легендарному фильму Кристофера Нолана и по тому самому мультфильму 90-х. Ну, а теперь давайте перейдем к фигурке. Итак, как я и говорил, фигурка очень старая. Он плюс-минус где-то 2011 года. То есть, он у меня в коллекции более 10 лет. Плюс-минус. Фигурка не перестает меня радовать, хотя он не без огреха. Я огромный фанат именно вот этого дизайна. Он мне очень понравился, хотя я знаю, что да, он не каноничный. Но вот этот вот такой полу-андет с виселицей на шее, криповый, очень-очень меня зацепил. И, собственно, я поэтому приобрел всю первую линейку по Arkham Asylum. То есть, это он, Харли Квинн, Джокер и Бэтмен. Эти все фигурки у меня есть. И я думаю, в ближайшее время мы с ними всеми ознакомимся. Давайте посмотрим на эту фигурку более детально. И посмотрим на его плюсы и минусы. Во-первых, детализация, это первое, что бросается в глаза, она, конечно, просто феноменальная. Он невероятно красиво сделан. Вот эта строчка на маске, желтые глаза. Мне кажется, можно было чуть-чуть поярче сделать, но тем не менее. Белые нитки на фоне черного рта, респираторная маска, противогаз. Вот это прям очень красиво выглядит. И в целом вот вся иллюзия тряпки, она прям замечательная. Видите, тут есть и текстура на самом вот этом вот капюшоне. Что это? Капюшон, да, наверное, это капюшон. Очень, очень красиво сделана детализация строчки. Очень красиво. Прям вот отлично. То есть, действительно, создается иллюзия, что это кусок тряпки, который небрезно сшит. И это прям, прям замечательно. Также текстура виселицы, она, кстати говоря, сделана из мягкой резины, веревки. Она прям отлично. И, как видите, на ней есть некие такие грязные маски. И в целом иллюзия вот всего такого грязного, потертого, она на фигурке присутствует. Очень хорошо сделана текстура его кожи. Есть и текстура как самих пор, самой кожи, так и иллюзия грязности вот этой. То есть, вот тут ребра просвечивают чуть-чуть. Это ребристый материал. Очень нравится телесный цвет. Прям замечательно подобранным. В руке мешочек. Мешочек вынимается, но вынимать я его не буду, потому что рука прям очень тесно сжата. И его туда засунуть было целой песней. Я, если мне память не подводит, грел феном. Но мешочек сделан тоже очень-очень-очень приятно. Попробуем его как-то повращать. Вот тут текстура есть. Опять-таки видно, что он сшит. Если я не путаю в игре, то в этом мешочке был яд, который он пытался сбросить в воду и отравить канализацию во всем Готами. Если не путаем. Также перчатка на его руке очень-очень классно сделана. Тут ярко-желтый цвет. Обратите внимание, что на всей фигурке есть какие-то определенные напыления, тени и так далее. Но на вот этом вот материале, жопом, нет ничего. Это сделано, насколько я понимаю, для того, чтобы подчеркнуть, что это очень яркий материал. Единственный минус, который есть на этой перчатке, это вот его шприцы металлические, вот эти вот концы, которые определенно гнутся. То есть в идеале можно было бы, конечно, это все дело согнуть каким-то образом, нагреть, придать этому форму. А именно мы греем это все дело либо феном, либо опускаем в горячую воду. Но придаем нужную нам форму и опускаем сразу в холодную. И фигурка замирает в необходимой нам позе. Но я, наверное, просто слишком ленит для этого. И то же самое происходит у нас на ногах. Ремешки прям отличные. То есть это черный ремешок на вот этой вот текстуре одежды. Точно такая же грубая строчка по всей фигурке штаны полностью этим усыпаны. Это сумасшедшая работа в плане детализации. Поэтому DC Collectibles просто гигантские молодцы, что это действительно сделали. И чистый серебряный цвет на заклепках. Так что это прям отлично. И такая же точная веревочка на поясе. Это мягкая резина. На ногах все проще, но тем не менее некая покраска есть. Это просто грубые обмотки. Текстура пальцев присутствует. Даже ногти сделали. И обратите внимание, что ноги разные. Это не копипейст. Здесь действительно разные текстуры. То есть он использовал разный материал бинтов для каждой ноги. Давайте посмотрим на его суставы. И это как раз таки его слабая сторона. Я думаю, все понимают, в чем дело. Значит, во-первых, голова установлена на шаровом шарнире. Поэтому она, во-первых, вращается вокруг своей оси, конечно же. Неплохо, неплохо ходит вверх-вниз. То есть он может смотреть относительно вперед. Ну как вперед? Из-под лобья так. И смотреть вниз, если нужно это сделать. В бок, да, чуть-чуть наклоняется. Но немного. Тем не менее, этого более чем достаточно. В плечах установлены петли, которые позволяют плечу подняться. Вот как бы и все. Выше она не поднимется. Чуть-чуть ближе к торсу и может ходить из стороны в сторону. То есть в теории можно получить полное 360. Даже не в теории, а на практике. Потому что это мягкая резина, оно движение сковывает. То же самое происходит у нас и с другой стороны. Далее есть сустав чуть ниже бицепса. Или же прям вот ровно в самом бицепсе. Который позволяет руке вращаться вокруг своей оси. Сустав достаточно небрежно спрятан. Но тем не менее, вы знаете, как бы кожа, тряпка, вот этот переход, он ровный. Как бы я не против. Далее, то же самое происходит у нас и на другой руке. В локте есть одинарный сустав, который позволяет локтю разгибаться до практически прямого состояния. Практически рука по такой легкой дуге идет. И следующий сустав у нас идет в кисти вот здесь. На этой руке он очень тугой. Здесь в принципе то же самое. Но тут вообще не получается ее крутить, потому что мешают провода. Но как бы сустав здесь есть. Я думаю, если его хорошо нагреть, то это можно сделать. Фигурке 10 лет, я ничего не могу от нее требовать. В поясе есть сустав, который позволяет ему вращаться вокруг своей оси. Сустав, вот он. Я думаю, его видно. Как раз кожа выходит за рамки пояса. Следующий сустав у нас идет в основании ноги, который позволяет ноге просто ходить вперед-назад. Не вправо-влево, никуда. В колене сустава нет. То есть колено вот в таком вот полусидячем положении у него и зафиксировано. Далее следующий сустав у нас идет в основании щекотки, который позволяет ей вращаться в свою руку, в свою оси. И сустав самой щекотки. Который, ну вот и все. То же самое происходит у нас и с другой ногой. Вот как раз в этом месте и вся проблема пугала. Он не стоит. То есть сам по себе зафиксировать эту фигурку, я думаю, будет, если не невозможно, то около того. Если верить обзорам, которые я находил по данной фигурке, когда хотел снять этот, мне просто было интересно, все ли я положил сюда из того, что у него было с аксессуаров или что-то потерял. Люди говорят, что он шел с подставочкой. Обычно черной подставочкой DC. Я, к сожалению, себя ее не нашел. Возможно, где-то лежит, где-то потерял. Но я использую обычную подставку от Neki. В ноге есть отверстие. И зафиксировать его в теории можно. В теории. Но на практике, со временем, вот этот сустав начнет потихонечку ослабевать. И он под собственным весом начнет гнуться. И вы упираетесь вот что-то вроде вот такого. То есть он находится... Левитирует. Сидит на невидимом стуле. Ну вот как-то так. В крайне редких случаях, если что-то вокруг падает, то фигурка очень легко выходит из вот этого паза. И она падает. Поэтому я, если честно, уже даже не смотрю, стоит он или нет. Фигурки DC у меня убраны в дальний угол. В шкафу, где нет света. Да, я понимаю, это очень грубо. Но в целом фигурки от DC Collectibles лично у меня не стоят. Высота фигурки пугала. Опять-таки, учитывая то, что он в таком вот полусогнутом положении, его мерить сложно. Но он получается 15 сантиметров. То есть он достаточно маленький. Если, конечно, ноги распрямить полностью, я думаю, он будет достаточно высокий. Вот, например, он в сравнении с Бэтменом, который стоит ровно. То есть, мне кажется, если распрямить ноги пугало, то он будет, если не такого же роста, то даже чуть-чуть повыше. Итак, подводя итог этого видео, как вы видите, даже зафиксировать его для вращения на подставке практически невозможно, из-за того, что у него абсолютно смещен центр тяжести. Если мы опустим тот факт, что фигурка практически не стоит без помощи какой-либо подставки, и посмотрим просто на его реализацию в плане суставы, покраска, детализация, то это абсолютный топ. Это совершенно замечательная фигурка. Как и, в принципе, вся линейка по Arkham, как я и говорил, у меня есть вся первая линейка, и еще несколько фигурок от компании DC. Я думаю, мы с ними будем знакомиться вот сейчас постепенно. Которые есть у меня в коллекции. Детализация у них просто, конечно, фантастическая. На эти фигурки хочется смотреть, любоваться постоянно. И даже спустя 10 лет, что они находятся у вас в коллекции, их можно взять в руки, посмотреть, найти какие-то новые детали, возможно, которые вы забыли или не углядели заранее, сразу, пардон, и порадоваться, какая же это замечательная фигурка, и какой я молодец, что приобрел эту фигурку сразу же и добавил себе в коллекцию. То есть, меня, например, фигурка пугало до сих пор радует. Проблему с подставкой я думаю, когда-нибудь я все-таки решу и смогу выставить DC на какую-то отдельную полку, где будет стена. Я смогу его просто облокотить об стену. Во всем остальном фигурка очень-очень классная. Когда-то мои подписчики посоветовали мне обратить внимание на новые фигурки от компании NECO, а именно на Хищника и Чужого. И я вам за это очень благодарен. Я говорил это много раз, но скажу еще раз спасибо вам за это огромное, что указали мне на мою ошибку о том, что NECO делает хорошие фигурки Хищника и Чужого на сегодня. Поэтому вопрос к вам. Те, кто коллекционирует DC сегодня, сделали ли DC какую-то работу над ошибками в отношении своих фигурок? Стоят ли они сейчас? Потому что большинство фигурок из DC, которые у меня в коллекции есть, а это Коготь, Флэш, Девстроук, Бэтмен, Харли Куин и Джокер. Единственный, который стоит вообще без проблем всегда, это Джокер. Все остальные обязательно упадут, потому что ножки очень маленькие, а тело и само туловище достаточно массивное. То есть это не брак сустава, это просто плохой дизайн самой фигурки. Если сегодня DC это изменили и новые фигурки действительно хорошие и качество лучше, балансировка лучше, то я, наверное, задумаюсь и посмотрю, может быть, смогу себе приобрести в коллекцию что-то еще. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть еще обзоры фигурок от компании DC по первой части Arkham, то есть по Arkham Asylum, то подписывайтесь на канал, жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Если же вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Patreon. Видео там выходят чуть-чуть пораньше, а также мы обсуждаем там будущее канала. На этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.